МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 22 июля 1763 года Екатерина Великая был принят манифест, согласно которому все желающие европейцы призывали селиться на Волге. Колонистам отводилась до 30-ти десятинной семью, кроме многочисленных льгот в виде освобождения от налогов и рекрутских наборов. В ночь на 22 июля 1941 года был совершен первый налет авиации Германии на Москву. В этот день, 22 июля, родились Георг Рихман, российский физик немецкого происхождения, друг Михаила Ломоносова. Рихман погиб во время опытов от электрического удара. Вероятно, это была первая подобная смерть, в истории науки. Выдающийся авиаконструктор Павел Сухой, в частности, именно его ОКБ, создала первый советский самолет с крылом изменяемой стреловидности. Михаил Романов, первый царь из рода Романовых. Царь Михаил Федорович иногда называемый был в народе кротким. Вряд ли это слово полностью характеризует его, но с его воцарением пришло на Русь долгожданное спокойствие. Был царь молотно, добр, тих, кроток, смирен и благоуветлив. Всех любил, всех миловал и щедрил. Первому царю из династии Романовых была предложена корона Великим Земским Собором в январе 1613 года, в смутное время, когда Россия более 10 лет переживала тяжкие испытания. Прерывался род Рюриковичей, правивший более 700 лет. На троне один царь сменял другого. Неурожай, голод, разруха, междоусобицы, нашествие поляков. Вот и новая эпоха открылась подвигом Ивана Сусанина, отдавшего жизнь за царя. Михаил стал монархом, видимо, вопреки желанию. Когда послы от Земского Собора во главе с рязанским архиепископом Феодоритом огласили ему решение Собора об избрании на царство, то вместо согласия и радости получили отказ. По свидетельству летописцев услышали плач с великим гневом. Иннокене Марфа, мать 16-летнего Михаила, боялась, что ее сын, неопытный в государственных делах, не сможет править в разоренной великой смутой Руси. Что его правление закончится бесславной гибелью и страны, и его самого. Юноша трижды отказывался царствовать, и тогда архиепископ Феодорит пришел к нему с крестным ходом и, подняв над головою чудотворную икону Феодоровской Божией Матери, воскликнул. «Не внемлите вы мольбом! Будь по вашему бедствуй, русская земля! Плачь снова, русский народ! Но перед всем святым образом говорю тебе, царь Михаил, что-то не на тебя падет бедствие отчизна!» Михаил Романов согласился с решением Собора и был богословлен архиепископом. Так, после правления Рюриковичей, произошло основание новой правящей династии Романовых. Однако преемственность была соблюдена, так как Михаил приходился двоюродным племянником последнему царю Рюриковичу, Федору Иоанновичу. За спиной же его стоял отец, Федор Никитич, могучая личность. В 1601 году Борис Годунов сослал его как конкурента в Софийский Антониев монастырь, где тот был пострижен в монахи с именем Филарета. Годунов подверг опали, и мать Михаила, она была сослана за Онижий. Но для семьи эти события ударом не стали. Вскоре Филарет оказался на престоле патриарха. Вероятно, первоначально, когда его сын избрали царем, он и принял основное время правления на себя. Тем более, что далеко не всем эта кандидатура монарха в разоренной войной стране казалась бесспорной. Молодой Михаил Федорович не умел писать, и едва читал по слогам. А вот слова голландца Исаака Мааса. Надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем Иваном Васильевичем. Ибо такой царь нужен России, иначе она пропадет. Такой царь – это жестокий и воинственный. Но, видимо, все же не воин нужен был стране орочительный хозяин. И Русь не пропала, а начала набираться сил. По распоряжению царя за границу стали направлять молодежь для изучения тамошней науки. А дяки посольства приказа выпустили первую русскую газету, пусть и рукописную, вестовые письма. Много усилий Михаил Федорович приложил к созданию законодательной системы, наладил отношения с соседями Запада и Йога. Современники отзывали за него. Михаил Федорович – вся Руси самодержец. Быть благоверен взял укроток же и милостив, ибо всеми добрыми делы украшая себе постом и молитвою, правдою и целомудрием, чистотою и смиренно мудрием, правдосудием. Умер родоначальник династии Романовых в июле 1645 года, в возрасте 49 лет и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова